Света не хватает, стой, 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 стой. Давайте, Ривиди, присоединяемся, присоединяемся. Всем привет. Привет, ребят. Не знаю, будет ли связь или не будет, как всегда, лагать, но, в общем, я вышел. Да, то Ишанкин, то я. Всем привет, ребят. Ну, мы все так же, на Виле сидим. Сейчас просто у нас, наконец-то, наступит вкусный-вкусный ужин, где много всяких вкусняшек мы прикупили. Самое вкусное, это вот, конечно же. Денис как готовил. Да, ребята, он подтвердает. Всем привет, да. В общем, здесь сашими из лосося и, соответственно, нам репродукты, это креветки большие. Вот, здесь диетическая курица, здесь у нас по тайским всем традициям, салатики, также еще там... Покажите, покажите шпака. Вот он он. А вот шпаки, вот их двое. Да, оба шпака. Вот оба шпака. Красавцы наши. Ребят, засыпайте вопросы. Да, если Сережа у себя дома сидит, он на отдельной Вилле живет, в отдельном домике. Мой максимальный вес я не жал никогда, максимум жал 160 на 4, плюс 3. Да, очень вкусно. Шпак красавец. У штанги, у штанги есть перископ, да, это два блина по двадцатке с левой и справа. О, Эльман, привет, Даллас. Очень рад тебя слышать. Уже давно не виделись, не общались. С Новым годом, Рождеством вас, Эльман. Да, в Швейцарии был я, в Цюрихе был, потом в Лозанне был, и еще там в Кантоне, который справа, я уже не помню, как он находится. Да, я сашими мастер, фигачу сашими здесь, либо гриль постоянно. Я в Алматы бы приехал, если бы пригласили меня, но пока не приглашают, поэтому не приезжаю. Сейчас покажу дальше. Шоу снимать будем до восьмого. Сейчас я вас на кухню проведу, тут уже просто покажу вам. Не, я не набрал, я даже слил, потому что вода ушла. А вот наши вкусняшки. Шеф, мастер-шеф. Наши вкусняшки, шеф. Наши вкусняшки. Я на Кантоне сижу в перископе, а мне народ пишет. Ну все, мы пошли кучу. Так, тут девчонки наши. Вот, это наши фрукты, которые мы сегодня прикупили. Да это они видели уже, можно сказать. Я повторюсь. Вам надо временно заходить в перископ всем. Да, да, да. Ну просто... Все уже видели. Пашонка казался. Вот, в общем, Яшанкина и Гусев. Привет, Яшанкин. Обязательно, да. Да, ребят, по часу видео выходит. Хочется длиннее. Ну, такой регламент. Вот. Дом сняли, потому что так удобнее. Здесь 5-6 спален, 12 человек живет. То есть очень удобно в этом смысле. Саня, Риггертон внизу, по-моему, там. У нас не все готовят, да. Сейчас уже... Ксюха там уже доваривает макарошки. Это уже заключительное блюдо, которое мы готовим на сегодня. Потому что ты уже стол заснял? Да, там вкусняшки я заснял. Еще немножко осталось. Это деньги 7 раз. Тут все, деньги считают местные. А, я взяла. Это наш холодильник. Привет, ребят, привет. Здесь наши вкусняшки. Кстати, кто не знал, то... Таиланд это родина Red Bull. Вот. Вот так, как он здесь выглядит. Мы тоже здесь балуемся Red Bull. Большое, настоящее. Ну, там фруктики, овощи, все. Диетическая ветчина. Диетическая ветчина, да. Хамон. Пускай не диетический, но очень вкусный. Есть яйца, молоко, овсянка. Так что мы все эти ездимся, правильно? Да, молоко вкусное. Есть белое, есть черное. Черное это Ксюхина. Она очень любит шоколадную. Видите, до сих пор ящик пива станет с Нового года. Мы даже ж не открыли. Закрытый. К алкоголю я положительно отношусь, но пиво крайне редко. На подготовке вообще не пью. Поэтому так. А пиво очень языкает. Да. Это у нас Ешан Кеннадь. Что? Ешан Кеннадь. Трансвеститов, ну, видел вдалеке, но не общался с ними. Сургут, привет. На, потрогай. Этот смех не перепутать ни с кем. Какой-то оно подходит детям, ты слышишь сигнал, подлинчик там затягивает, там рука как-то потрубает эту грудь, но выглядит мерзко. На самом деле нет никакой непросоты, там, каких-то восторгов. У нас будет красавец, что-нибудь другое, даже такие красивые тела стояли, да? Не понравились нам трассвеститы, в общем, да. Тяжелоатлетику не, не планирую прийти. Куда ж мне, в 35 лет тяжелоатлетику-то идти. У Юры, да, надо купить методику, согласен. Бетсуха. Бетсуха больше, чем Ешан Кеннадь, видите? Он там где-то сзади Ешан Кеннадь, вот моя Бетсуха. Больше, чем... Да, да, да. С этого ракурса Бетсуха моя больше, чем сам Ешан Кеннадь. У Дмитрия и Ешан Кеннадь есть резинки для тренировок, как они называются? Смотри, Ромчик засветился. Ромчик засветился. Тут спрашивают у Дмитрия и Ешан Кеннадь с резинки, как они называются для тренировок. Резинки для тренировок? Это экспандеры вообще-то они называются. Как, как, бэнд? Бэнд фо пауэр. Вот еще один. Вот, да. Бэнд фо пауэр. Бэнд фо пауэр. Че, какие еще вопросы-то есть уже хочется? Хорошо. Эльман, спасибо большое. Всем передам приветы. В 27 я весил... Ну, я в кадошколу закончил, институт поступил, весил 61 килограмм. Потом потихоньку набирал по одному, по два килограмма в год. Сейчас вешу 95-100 примерно. Это за вчерашние обеды мы сегодня давали для лисичи. Лет 34, сейчас будет 35 уже. Кальян крайне редко курю, но это как бы в удовольствие, кому что нравится. Но стараюсь не смешивать только алкоголь с кальяном, иначе потом башка болит на следующий день. Возраст-то начал заниматься. Выступать на соревнованиях начал примерно в 31, а в спортом я всегда занимался. Ну так, непрофессионально. Только легкой атлетикой в школе профессионально занимался и все. Ну, по-разному. Когда побреешь, вообще водку не продают в магазине. Есть хочу! Пришел грозный дядька, я требую. Есть хочу! Аж переночевать негде. Где ты кушаешь? Сейчас. Там это где-то чищеный, маленький. Вкусный тэн. Нам нужно отбедить в 10-10 килограмм. Ой, простите. В школе я занимался легкой атлетикой, прыжки в длину были. Ну, бегал, стольник, но в основном перло от прыжков в длину. Ну что? Не, на Олимпии я еще не готовлюсь. Я отдыхаю. Олимпия в сентябре. Я буду готовиться только в июле. Чего? От чего я вам нужен? Мне хочется бабки сдать. Я срочно стал нужен жене. Это ей всегда нужен. Жена, ты в эфире. Чего я должен сделать? Минусечка. Деньги. Почему ты мне вот тут? Сейчас я тут деньги должен посчитать. Я что-то вроде плачу иногда за что-нибудь. Давайте. Тут деньги. Это деньги тайские. Лень, смотри. Сейчас. Побольше, да, есть? Эй, не трогай, пожалуйста. Деньги. Жена мне запрещает трогать деньги. Потому что я их быстро трачу. Помоги мне, пожалуйста. Красивей, тренировка будет у нас. Тренировка. По условиям, по семинарам, пишите мне на почту. На моем сайте есть мои все адреса, контакты. Пишите, там мы обсудим. Да, сегодня мне пришлось потатиться. Но мы потом все скидываемся и в этом компенсируем. Бадюк на шпага. Да, нормально отреагировал. Пожел руку, все пошли качаться. Занимаюсь спортом. Одним из спортов, которые относятся к федерации бодибилинга я занимаюсь. Бороду я уже отращивал. Ну, что-то мне без бороды больше нравится. Лишь, что тречит нам еще 4 хватает. Ну, что, все нормально? И плюс еще 1500, да? Ах. Ты понимаешь, а я это в лесу? В лесенку? Да сыграл бы, наверное, пожиму лежа. Я не против совершенно. С кем только. После того, как я пожел сотку на 43, со мной все передумали соревноваться в жиме лежа. Ко мне Лена. Если вы про Клокову Лену, то отличный человек. Помощница своего мужа во всех своих делах. Отличная мама. Я сейчас не на массе, я просто в межсезонье. Я сейчас на отдыхе. На массе это когда я набираю. Клоково вообще прекрасно! Да, спрашивают, как мне Лена. Клоково прекрасно, ребят. Я обожаю. Интересные вопросы вообще. Как мне Лена. Ксюха, сынки, вопросы задают. Все, я принесла. Нет, как жена Блокова нормально, а так не очень. По поводу жима с Мироновым, просто условия были заданы изначально, то есть все условия знали. Жжать можно в полуамплитуду, отбой от груди был разрешен. Поэтому все жжали, как умели. Поэтому там все было честно. В Даллас, Эльман, честно, я не знаю, когда в Даллас, я буду в Штатах, буду выступать на Олимпии, в Вегасе, поэтому приезжай лучше туда, в Вегас. Там, бери супругу, и у ребенка там потусим, пообщаемся. Конкурс в Инстаграме мы оценим все совместно. В последний день, когда будем уезжать, мы все и посмотрим. Перископ у Димы Клокова, по-моему, есть, да. Дима, у тебя есть Перископ, спрашивают? Конечно, Клоков Д. Сейчас ты им скажешь. Клоков Д, мой Перископ. Наша елка. Кто спрашивал, Клоков Д у Димы Клокова, Перископа и Шанкина, средства Дмитрия и Шанкина, берите. Да, спасибо, ребят, за пожелание на Олимпию хорошо выступить. Но впереди еще много времени, поэтому буду готовиться. Владимир тоже, всем привет. Клокову привет, привет. Встретили Новый год, все вместе круто, тусили, отдыхали. Правда, с Вилы так никуда не уехали. Виски там есть, алкоголь здесь везде есть. Ну, как бы мы особо здесь не пьянствуем, но здесь все это купить без проблем можно. С Голубочкиным, ну, наверное, такой вот он по жизни. Хотя, я думаю, что, возможно, это не он написал, а его администраторы, которые ведут его в соцсети. Потому что потом это все удалили, посты. Вот, поэтому я не знаю, кто это писал. Ну, Эльман, спасибо большое, что ты уже билет купил. Я очень буду рад тебя там увидеть. Давно не виделись, полтора года. Спасибо еще раз, что ты меня научил стрелять из ружья по Тайотам. Было очень приятно. Краснодар, мой родной город. Спасибо большое. Блог? Ну, блог я не веду, на сайте иногда пишу. Ну, ВКонтакте вся моя инфа, я там каждый день что-то выкладываю. Вот, бока, да, болят, меня набили. Счастливо видно. Это вчера, так, тайский бокс для меня, муай-тай прошел. Настучали мне там, не кисло. Вот. В шпака, конечно, есть шорты. Розовые только. Вот. Да, я думаю, что все нормально. Нет, басик с балконом, я бы, честно, я бы прыгнул, если бы басик был бы хотя бы метр три глубиной. Но басик метр полтора глубиной, боюсь, что я со второго этажа просто разобьюсь, если я прыгнул. Да, я немножко подзагорел, но я был вообще бледный, белый, белый. Я прям сразу сгорел. Кстати, покажу наш басик, если его будет. Вот, это наш басик. Матрасы плавают. Но я отсюда до него просто даже не допрыгнул. Это наша Вилан. Сейчас я по поводу коллекции женской спрошу у Димы. Дима, а у тебя женская коллекция одежды есть? Кто-то спрашивает. Женская коллекция одежды есть? Спрашивает. Пока только футболочек после Нового года будет. Дима сказал, что будут футболочки, точнее, футболки уже есть, да, футболки есть, но все остальное будет после Нового года. Вот мы готовимся. Мало футболок, ну, по чуть-чуть они, наверное, будут развиваться. Саша первый раз шпакнул, я здесь первый раз на этажских каникулах. Все мы здесь, большинство. Да, шорты базатин купить можно, он уже после Нового года сказал, что появятся вот такие, в которых он снимается, новые, такие хаки, цвет очень красивые. Фоток очень мало, стая, ну, знаете, все зато видео запишут, записывают, фоток просто времени нет делать их, фотографии, потому что что-то все время у нас происходит, то на скайтах мы летаем, то тяжелая атлетика, то соревнования по мэнсфизик, то пляжный бой у нас был, то есть там просто целый день что-то заниматься. Армлифт пока у нас, армрестинг, точнее, армлифт был, армрестинга еще не было, но пока идеи такой нет. Чайди Афтай поехать было, это, конечно, Дима Клокова, уже второй раз сюда едем, вот. Афтай, температура плюс примерно днем, плюс 32-33, вечером плюс 25-26. Еда, знаете, вот, все по-разному. Обычно еда, алкоголь, морепродукты стоят сколько же, сколько в Москве. Можете себе представить, что мы вчера были на рынке, да, где прям с лодок торгуют, так вот, джамбо креветки, это такие большие, на русские деньги стоили 3800 рублей за килограмм. Я даже в такую цену и в Москве не видел, 3800 за креветки, это же просто, ну, это перебор. Но зато фрукты, фрукты, ну, раз в 10 дешевле, просто ананасы по 50 рублей, то есть там манго, тот, который тайский манго, у нас стоит 500-700 рублей, в Азбуке Вкусы и больше 1000, один манго стоит здесь, он стоит порядка 40-50 рублей, такой манго. Вот массаж дешевый, сегодня сходили на массаж, ну, по 1000 рублей, там, час, или сколько массаж, именно спортивный, это самый дорогой. А так массаж ног 400 рублей сейчас стоит, там, просто оилмассаж, где-то 700-800. Время у нас плюс 4, то есть, я не помню, что у нас нет. Сейчас 10-20 у нас в Москве время, точнее здесь, 10-20. В тренажерный зал, ну, мы сходили один раз, но здесь есть у нас штанга, нам ее вполне хватает. Тут, как бы, все упражнения штанга, скамья, стойки, все есть, поэтому мы здесь занимаемся. Сам проект мне очень нравится, в принципе, здесь так не напряжен, то есть, никто не заставляет никого работать, никакого сценария есть, хочешь участвуй, хочешь не участвуй, отдыхай. Да, массаж нормальный, у меня тайский массаж этот сделали, как их там, локтями, прям у меня промялись сегодня хорошо. Спарринги, да нет, че ж мы здесь, у нас же дружная семья, скажем так, никто никого бить не хочет, поэтому все будет. Какие зарубы будут? Вот, кроссфит еще будет после завтра, завтра, дай бог, хорошая погода будет, на рыбалку едем, троллингом, кто знает, что это такое, то есть, удочки вставляются, будем ездить. Вот, Дима, ну, не знаю, вот, если он завтра захочет, нет, профессиональную карьеру, Клоков уже закончил, он уже не выступает. Я даже не меряю, я просто отдыхаю. Привет, привет, кто там только подключился. Не знаю, честно, я не буду размеры говорить свои, врать, я без понятия. Вот, сейчас вес где-то, я знаю, только 96 у меня, минус где-то 4, в Москве я был сотку. Ну, сейчас я просто здесь белок раз в 5 уменьшил. Троллинг я бы с удовольствием протранслировал, но мы же будем в море, там никакого интернета нет, поэтому, может быть, запишу что-нибудь попозже. Не, ну, форма так, более-менее нормальная. Рост мой 186. Самая интересная личность, безусловно, Саня Шпак, потому что, скажем так, когда я увидел первый раз, мое мнение о нем сейчас абсолютно дементрально противоположное. Вот, человек, скажем так, кто видит его на фотографии, все, ну, мое мнение тоже было, скажем так, близко к негативному, если смотрел на фотографии, но когда я с ним пообщался вживую, то я понял, что это очень интересное общение человека, который очень много знает о жизни, и даже может что-то рассказать или поделиться, поэтому послушайте его видео, посмотрите у него свой канал, поэтому я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Хорошо, Шпаку передам привет. Зайдите обязательно на канал Шпака, просто, и вы тогда увидите, что это за человек и о чем вообще думает, какие у него мысли. Вы, у вас сменится мнение вообще на дементрально противоположное будет о нем. Да, с ним все тайцы, он просто для них, как этот, нет он натурал, так что можете за счет этого не переживать. У него жена есть, он вместе с ней сюда приехал, так что по поводу его ориентации не переживайте. Ну, то, что он ходит в стрингах, ну, такой человек, что сказать, нравится ему в такой одежде ходить, нравится женская одежда, но при этом он мужик остается. Знаешь, человек, который там приходит и без разминки 230 рвет просто в тяге, ну, я не знаю. Я его не пиарю, я просто рассказываю, кто он такой, просто много вопросов о нем задают, поэтому я говорю, да, ну, красит ногти, ну, что поделать. Хорошо, буду выходить почаще в перископ, как бы, если вам это интересно, я буду, если не интересно, не буду, я... Саня Шпаку, он, по-моему, Саня, сколько тебе лет, спрашивают, Саня, тебе сколько лет, я тут спрашиваю, я уже не понял. Шпаку Санне 36 лет, вот, 36, говорит, ну, в этом году 37 уже, наверное, будет, соответственно, вот, да, 36, о, не знаете даже. Планы на турниры, я еще сами турниры не выбрал, вышли сейчас очень много соревнований, точнее, календарь вышел на следующий год профессиональный, и в Мэнсвизик там порядка уже 40 турниров будет, а когда там к февралю еще больше их появится, поэтому, где я пока не буду, буду выступать, не знаю. Ну, про тайские каникулы 3 я еще не знаю, мне лет 34-35 в этом году уже будет. Ну, постараюсь два раза в день, там, как получится, завтра, действительно, на рыбалку если уедем, там, на целый день, там, интернета нет, поэтому, вряд ли буду два раза в день выходить. Моя самая большая надежда на Олимпии, это попасть в десятку. Ну, хорошо, я постараюсь забить на тех, кто меня троллит, и так далее, уже как-то привык к этому. Перископ у Шпака, Саша, по-моему, точка Шпак, или Саша Шпак, по-английски надо набрать. На Олимпии в своей, в Мэнс Физик категории, мне пока она нравится, в классику Физик не собираюсь переходить, мне надо плюс 10 там весить еще, для меня это слишком много. Самый впечатлительный коммент я еще не придумал, пока не знаю, мы потом посмотрим. Минск тоже привет, спасибо. Ужин давать, ну, час ужин доделают, будем снимать. По гороскопу Лев я. Там все еще ребята готовятся к ужину как раз. Одесса, вам тоже привет, ребята. Бодибилдингом, я выступаю соревнователем, бодибилдингом 3,5 года буду, занимаюсь только. Просто вид положительный, я к любому спорту отношусь положительно, просто главное, чтобы это было для удовольствия. Братск, привет вам. Ну все, ребят, тут уже все садятся за стол, очень хочется кушать, простите, ой, Саня, извини, очень хочется кушать, поэтому что, мы пойдем кушать? Мы пойдем кушать. Дэн, спасибо за кухню, как всегда. Пойдем. Да, все, ребят, меня уже зовут кушать, поэтому спасибо большое, я еще выйду, может быть, перескоп чуть попозже тогда. Все, ребят, пока, пока, спасибо большое, спасибо, спасибо за пожелание. Все, я пошел есть. Ух ты ж. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.